Другим темам, за 2018 год в России произошло 30 взрывов бытового газа в домах. В результате около 80 человек пострадали и десятки погибли. Недавний случай в Магнитогорске взбудоражил всю страну, в том числе и Киров. Елена Шарыгина разбиралась, как можно предотвратить подобное ЧП и вообще возможно ли это. После недавних трагических событий в Магнитогорске за квартирой соседки Валерий Семенищев стал приглядывать еще пристальнее. Пенсионерка живет одна и в силу возраста начинает забывать, как пользоваться техникой в доме. Наибольшие опасения вызывает газовая плита в квартире женщины. Причем обычно женщина на порог квартиры никого не пускает, а тут от помощи все же не отказалась. Я посмотрел, попробовал включить, смотрю там по разметкам, где какая плита, вроде бы загорелась. Ну и там пьезо зажигалка какая-то такая, тоже доисторическая, советская. Не знаю, может просто забыла, каким пользоваться. Все четыре комфорки проверил, все горят. Так что вот одну комфорку сейчас вот я оставил, она попросила ее оставить, сейчас видимо чай себе будет гореть. Вот, то есть страшно так вот, забывая, как пользоваться газовой плитой. В чем неполадка Валерий не смог определить визуально. Для этого есть специалисты. По постановлению правительства РФ, все газовое оборудование в домах должны проверять как минимум один раз в год. И делать это должны только специализированные организации. Их в Кировской области больше 15. И перечень можно найти на сайте госжилинспекции. Они проверяют целостность оборудования, исправность данного оборудования, то есть тягу дымовых, вентиляционных каналов. По окончании проведения вышеуказанных работ проводится обязательный инструктаж по правилам безопасного пользования газом быту. Тем временем, еще несколько лет назад обслуживание газового оборудования велось совсем другим путем. Можно сказать, было более централизовано. Но в 90-е постепенно контроль снижался. И к 2016 году ответственность полностью легла на жильцов и на управляющие компании. Каждый пользователь теперь обязан заключить договор на обслуживание своего газового оборудования. И он сам несет ответственность в случае его неисправности. За общедымовым газопроводом следит управляющая компания. Газовщиков контролируют прежде всего они сами. Деятельность их связана с повышенной опасностью. И все виды ответственности, как гражданско-правовые, так и уголовно-правовые, они несут в том случае, если какая-то авария, какое-то ЧП возникает именно из-за их недоработки. При этом зона ответственности специализированной организации заканчивается вентилем на газопроводе в квартире. Все, что дальше, собственность владельца жилья, и только он за нее в ответе. Как признаются сами специалисты, большинство потребителей газа это понимают и следят за состоянием своего оборудования. Но не все. Как, например, соседка Валерия Семенищева. Справедливости ради старший по дому отметил. Газ в квартире пенсионерки все же проверяют. Однако, когда она остается наедине с плитой, никто не знает, чем это может закончиться. Мы же все живем в этих домах. Дома у нас взрываются часто. Насколько я знаю, за последние два года, 17-18 год, порядка 40 взрывов по стране было, конкретно по газовому оборудованию. Это же очень страшные цифры. Понятно, что у таких трагедий, как Магнитогорский, слава богу, их единицы, это слава богу, но ведь они и происходят. Чтобы максимально себя обезопасить, специалисты рекомендуют четко следовать всем инструкциям при использовании бытового газа. И при малейших подозрениях на утечку незамедлительно звонить в аварийную газовую службу. Ведь за два года зафиксировано больше 60 взрывов бытового газа в России. Погибли десятки человек, разрушены сотни квартир. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Перо новостей Давича.